Если мы возьмем производство продуктов животного, 97% молока у нас, я называл это цифрой Нинократа, вводим эти ежегодные статистические сборники, 97% молока производится на личных подворьях. То есть это молоко, поскольку стоит проблема сертификации заводов по европейским стандартам качества, то есть они не имеют права принимать молоко от не сертифицированных предприятий. Поэтому естественно, что от той коровы, которая дается в наличном подворье, никакого сертификата никогда нет и не будет. У нас сегодня три четверти мяса производится на личных подворьях. Значит у нас где-то под, за 60%, где-то 60-70% не помню, яйца производятся на личных подворьях. Если говорить о продукции растеневодства, то у нас там есть так называемые, там они не делаются отдельно, они делаются вместе, личные подворья и мелкие фермеры. То есть это одно, две, три тысячи гектаров, в общем до 10 тысяч гектаров. То есть это мелкие предприятия. Значит у нас где-то три четверти винограда производится, вот в таких вот мелкотоварных условиях. 80% кукурузы, фрукты, основная масса производится и так далее. То есть что мы сделали до сих пор для того, чтобы интегрировать сельское хозяйство, то есть укрепнить его и его модернизировать. То есть ничего реально не сделано. И пока предпосылок для этого нет. Для того, чтобы сказать, что вот есть сделаны какие-то конкретные шаги. Слов очень много, слова блудия. Реальных дел я не вижу. То есть мы должны очень сильно модернизировать наше сельское хозяйство, сделать его устойчивым, прежде всего к климатическим условиям, должны вернуться к тем аршаемым землям, которые мы имели. И потом мы должны очень четко помнить, что вхождение зоносовой торговли из Турции, из Евросоюза, оно предполагало, то есть когда было тарифное регулирование, то есть вот я называю это часто цифры по мясу, по мясу, да, у нас существует 20% импортная пошлина. Плюс на мясо свинины и говядины 200 евро за тонн, к этим 20%, на мясо птицы 100 евро за тонн. Сегодня средняя цена за последние 3 года покупаемого птичьего мяса 1 доллар в килограмм. Вот представьте себе, завтра не будет этой пущены. Да, в магазины придет мясо более дешевое. Это не значит, что оно в магазине будет продаваться по более дешевой цене, я просто приведу пример. Значит, но тем не менее она придет более дешево. Но автоматом закроются наши птицефабрики. И не только птицефабрики. У нас сегодня 58% населения проживает в сельской местности. Основной источник их дохода это является сельское хозяйство. Мы думаем об этом сельском хозяйстве или нет? А вот чтобы подчеркнуть, что не всегда снижается, вот смотрите, у нас 1 января снизился НДС, снизился НДС со 120% на 108% на мясо, на продукцию растеневодства и на сахар. Вы все ходите в магазин и видите. То есть если разделить 180 на 120, значит уровень цены должен быть 90% к тому, что было. То есть на 10% продукты должны подешеветь. Это касается и импортных товаров, и местного происхождения. Вы видели это снижение цен? То есть это говорит о том, что несмотря на то, что эти деньги вроде как бы теоретически создали условия, чтобы цены снизились, но они сели в карманах тех, кто сегодня контролирует эти рынки. Ну Филат еще, придя во власть, он заявил, что у нас существует рыбная, мясная мафия. После этого он говорил о делах на рынке лекарств, но тем не менее все практически осталось в том виде, в котором оно осталось. Вот, к сожалению, это важный принципиальный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова